меня зовут Игорь Суздальцев, я ведущий видеопортала трейдеров Utrade TV. Как вас зовут, где вы живете, чем занимаетесь? Здравствуйте еще раз, меня зовут Игорь, живу в Москве, торгую на срочном рынке. Как давно торгуете? Около трех лет. Что вам больше всего нравится, какой инструмент? По-хорошему, как и всем, да, самый ликвидный, RTS в основном, потому что торгуясь и опционами, и, собственно, вообще участвами. Илья все-таки на меня повлиялась замечательной стратегией. На самом деле, я к нему прислушиваюсь, я смотрю. Понятно. А как вы пришли на Utrade TV? Видимо, вас привлекла вот именно передача Ильи Коровина или каким-то другим путем? Как это случилось? Ну, на самом деле, так и есть, да. То есть первый раз у Utrade TV я услышал от него, там, на H2T смотрели с ребятами вебинар какой-то, да, и он там упомянул, что он на Utrade TV выступает. Ну, собственно, в YouTube посмотрели, на этом подписчики вас. Я понял. Сюда зашел первый раз. Я понял, ясненько. Игорь, как вы, вы еще где-то работаете или вот сейчас занимаетесь только трейдингом? Нет, нет, я еще работаю, трейдинг – это не основное мое занятие. Пока. Я больше понял. Чем занимаетесь? Что делаете? Ну, работаю в ресторанном бизнесе. Вот. Понятно. Как сейчас идет ресторанный бизнес? Умирает потихонечку, как и все, как и многие отрасли. Ну, сами понимают, покупательная способность людей упала, и то, что было раньше, его сейчас уже не будет. Да, очень много, очень много заведений закрывается, и будут закрываться. Вот. Теперь надо, люди открывают заведения не просто, чтобы открыть, накормить, да, они уже начинают думать, чем привлечь на какие-то фишки для людей и так далее. Сейчас это очень сложно. А в Москве тем более. Я понял. Я понял. Есть, может быть. Ясно, согласен. Ну, слушайте, а может цены снижать или невозможно в ресторанном бизнесе снижать цены? Ну, вы же понимаете, что рестораны, так же, как и магазины, да, они какие-то продукты покупают, все-таки у поставщиков, все зависит от цен на поставляемые продукты. И вот, конечно, аренда, бешеная аренда в Москве. Бешеная аренда, да? До сих пор не снизилась? Ну, многие же места все-таки все равно к доллару привязаны, поэтому они тоже снижаются, они и растут. Я понял. Ясно, ведь доллар-то скаканул, соответственно, аренда. Я понял вас, ясненько. А кто у вас брокер, Игорь? Открытие? Открытие? Довольны? Вы знаете, да. И обслуживание хорошее. Ну, как бы сравнивать еще, потому что ни в Финаме, ни в БКС, и я не участвовал, но открытым я доволен. Ясно, вы что-то попали. Нет-нет, это вы просто, я вывел вас в эфир одного. Что? Меня-то люди уже видели, поверьте мне. Скажите, вы установили Метатрейдер пятый в открытии, или что поставили? Нет, нет, я через Квик торгую, потому что опцион, в Метатрейдере там все, опцион, значит, торговать нельзя. А, да-да-да, все понял. Там срочный рынок валютный, да. Игорь, какая у вас система торговли? Здесь в чате мне пишут, пусть Игоря скажет нам Грааль. Ну, а, тут люди пишут. Нет, я обучение у Коровина не проходил, вот, но его стиль торговли, и его прикрытые интродейсы, или на мой стиль торговли, да, я за основу как бы его взял. То есть основные позиции это стрэбл опционные, да, и уже добиваем ключами там, когда идут откаты. Собственно, ничего с одной. Ясно. Как и сейчас. Вошел в ланги, да, в РТС, вот, и, то есть, на откате. Жду откаты, там закрою ланги, и буду опять получать прибыль от путов. Понятно. Игорь, а вообще, вот, то, что Илья озвучивает, вы каким-то образом используете, может быть, копируете, или как вот, какой результат вот от того, что он выступает и показывает торговлю в Коммунифире для вас, что вы используете? Вы знаете, я использую, да, то есть я присутствую на открытых столах, когда на ПАШ-2Т происходит, вот, и это, это, когда там, после закрытия, каждый месяц, по-моему, числа 17 или во вторник, не помню, вот, и очень часто используют, там, те вещи, которые он говорит, и, нет, мне нравится, мне нравится, потому что он всегда, собственно, в точку попадает, по крайней мере. У вас получается зарабатывать на этом, да, ПАШ-2Т? Да, да, да. Вот. Плюс ко всему его политику, что, собственно, стопы – это гарантированный убыток, да, я полностью на 100% его поддерживаю. Ясно. То есть нет стопов, нет убыточных сделок. Так и есть. Ясно. Игорь, как человек, который ничего не понимает в опционах, у меня вопрос. Как вы изучали опционы? Самостоятельно. Абсолютно самостоятельно. Слава Богу, у нас информации в интернете по ним безумное количество. Вот. Потратил, по-моему, какое-то количество. Нет, поначалу, конечно, было сложно, потому что, начиная, там, изучать опционы, придя с линейного рынка, да, я очень долго не понимал, как можно, допустим, как купить путь, да, я понимал, а как еще и продать его же, да, собственно, мне пока в голову не лезло, пока там не перестраивался. Так, на самом деле, это не очень сложно. Ну, и я считаю, в данный период времени торговли, да, это очень хорошо работает. Очень хорошо работает. Потому что рынок абсолютно непредсказуемый. Это даже не то, что было, там, полтора-два года назад, уже нечто другое. Ну, на опционы надо все-таки... Ну, знать, что-то опционы, да, и помогать торговлю с помощью их. Я понял. Игорь, а вот мой вопрос заключался вот в чем. Вы, как бы, видео смотрели, ролики или книгу хорошую нашли, или несколько книг, или автор какой-то вам помог сильно, да, так сказать, понять... Нет, я смотрел много видео, читать мне некогда, и я не думаю, что есть какие-то сейчас книги, да, по опционам, если есть. Вот. Это в основном видео, в основном видео, какие-то там вебинары. В открытии проходили, по-моему, вебинары по опционам, то есть я смотрел с нуля и, там, грубо говоря, до первой сделки, да, у кого-то такое было. Вот. Ну, мне на это понадобилось не больше, там, двух-трех недель, чтобы понять, что это опционы, и начать поработать вообще. Вот там. В смысле? Так, не сложно. Нет, 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 нет. Понятно. Ну, здорово, здорово, ясненько. Игорь, как относится ваша супруга к вашему увлечению опционами? Она, она, я думаю, что она вас просит, не уходи из ресторанного бизнеса, не уходи из ресторанного бизнеса. Нет, она меня, к моему счастью, очень поддерживает, вот. Вот. И, я думаю, где-то там, ну, и думает, что уходи из ресторанного бизнеса, сядь, работай, торгуй, приноси нам прибыль, чтобы мы тебя почаще видели, понимаете. Моя работа предполагает, там, работать допоздна, иногда ночью, иногда и до утра, собственно. Мне кажется, жене это понравится. А вот так вот, видеть мужа за компьютером, да, вроде бы, как я его увижу, он здесь, рядом. Вот. Плюс, если еще это приносит деньги, то еще и здорово. Я понял. Да, конечно, я подзабыл, что ресторанный бизнес, это всегда закрытие за полночь, это понятно. Да, да, совершенно точно. Иногда круглосу, ну, сейчас же это модно, дискотеки, все такое. Да, да, да. Ну, да, я в некоторых ресторанах вижу, что там работаем до последнего клиента, когда-то. А клиент может сидеть у нас. А клиент, да, если он еще и подпил и пришел ближе к концу закрыть, он может сидеть очень долго. Если их еще и много, и там они друзья или там подруги, это далеко в ночь такое. Да, я понял. Ясненько, ясненько говорю. Хорошо, вы знаете, мне очень нравится, что вы за 2-3 недели изучили опционы, начали ими торговать. Ну, действительно, получается, что есть такая возможность, вот, и человек, который хочет это решить так быстро. Я просто, до моего понимания, мне надо год, полгода изучать опционы, понять суть вопроса, что-то заработать на этом, так сказать, потом только. Вот, ну, вот то, что вы так говорите достаточно живенько, вы сами по видео изучили, вы начали использовать, это, конечно, прекрасно. Игорь, Евгений, я на H2T спрашиваю, давайте сразу ответим вопрос. Образование у вас какое? А, неполное и выше. А, мы ожидали услышать, что вы программист. Ну, раз вы не программист, значит... Не, вы знаете, я не говорю, что я торгую сейчас опционами на профессиональном уровне, то есть, ну, то, что я узнал, да, самостоятельно, мне на данный момент этого хватает, чтобы на начальном уровне торговать. Я не стройку серьезной стратегии, потому что, ну, опционной, да, потому что я еще пока только начинаю, да, но вот на уровне новичка и начать торговать, я уже этим занимаюсь, да, там, стрэдлы, стрэндлы и так далее. То есть, мне, я уже на них зарабатываю, то есть, это вот пока, это уже, это уже хорошо. Да, и это все, что нам надо знать, потому что для меня трейдер, человек, который торгует, а тот, который зарабатывает, ну, это вообще уже успешный трейдер, что тут обсуждать, сколько лет. Да. Поэтому здесь у нас одна, одна, так сказать, одна единая справедливая мерка, зарабатывает или нет. То, что у вас уже получается зарабатывать, это, конечно, прекрасно. Игорь, спасибо огромное, было очень приятно познакомиться, приглашаю вас, у вас будет возможность, желание подключаться в эфиром, всегда рады видеть, слышать вас, и можно показывать у нас свою аналитику с утра, на это легко просто, там, две кнопки нажать, вот, поэтому, когда готовы, можно, ну, во-первых, естественно, мы рады видеть вас в чате всегда, а когда готовы, достаточно поднять руку, у нас там вверху есть значок ладони, и я увижу, что вы хотите, просите слово, с удовольствием дам вам такой ландбасс. Спасибо. Спасибо. Добро пожаловать на Айтрейд ТВ. Спасибо еще раз. Спасибо. 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 Продолжение следует...